Для Харьковской экспозиции комиксы привезли из Германии. Здесь 13 полотен, все разных стилей. Есть традиционные, о супергероях. Их еще называют американскими. Нарисовано классически, то есть не так стилизовано. Человек соблюдает их более-менее пропорции, умеет передавать светотенью, анатомически все правильно. А вот этот комикс уже называют современным – манго. Совсем недавно этот стиль стал популярным среди молодежи Германии, а пришел из японских анимационных мультфильмов. Сразу, когда мы смотрим на изображение, то видно, это удлиненные, конечно же, пропорции фигур, большие глаза, всегда. Каждый комикс – это отдельная история о дружбе, отношениях в семье, смерти, политике и, конечно же, любви. В этом комиксе говорится о студентке, которая вынуждена подрабатывать стриптизершей. В один вечер она влюбляется в посетителя, но в полумраке не может рассмотреть его лицо. Лишь спустя время, по татуировкам на руках, она узнает в нем своего преподавателя. Дмитрий в комиксах обычно обращает внимание на графику, но сегодня, говорит парень, поразило не только мастерство художников, но и сама идея каждого полотна. «Была там серия комиксов про смерть, так сказать. Там, где человечек в виде смерти просто гуляет и увидит свою потенциальную жертву. И очень интересно, это как аллегория какая-то». Когда-то комиксы называли рисованными новеллами. Тогда автор использовал только картинки, без слов и текста. Раньше, в основном, это были смешные истории для детей. Но сегодня в комиксах авторы поднимают и серьезные проблемы. «Нельзя к этому относиться, как к детской какой-то книжке, как к развлечению. То есть, это уже другая культура». Передвижная выставка немецких комиксов уже побывала в Одессе. В Харьковском худмузее она пробудет до 5 августа. Ольга Крастилева, Федор Угненко, Медиагруппа «Объектив».